День с толком День с толком Сегодня губернатор региона Выехал в районы, которые больше всего Пострадали от снежного шторма А именно Локтевский, Третьяковский, Змеиногорский Кстати, в Локтевском районе ЧС сегодня сняли Заехали также в Рубцовск Вместе с представителями правительства региона В рейд отправились и журналисты В их числе корреспондент Ирина Корчагина Вот что она нам рассказала Глава города Дмитрий Фильман Провел экскурсию Для губернатора По заснеженным дворам Центральным улицам Видно, что снег почистили Кто-то связывает это с тем, что приехал Виктор Томенко Кто-то с тем, что метели в Алтайском крае Наконец-то успокоились И установилась ясная морозная погода Мы находимся в Горнике В Локтевском районе Здесь проходит совещание с главой города Далее Виктор Томенко поедет в Третьяковский район В Змеиногорском Это наиболее заснеженные районы Известно, что Змеиногорский район До сих пор остается самым изолированным И труднодоступным Вместе с губернатором Выехали представители правительства края После общения с жителями, спасателями, дорожниками Правительству предстоит решить Как помочь тем, кто пострадал от снежного шторма И как восстановить проезд в села Неделями отрезанные от цивилизации Когда снегоуборочной техники не хватает Появляются они Сегодня в 20 районов края Выехали бойцы снежного десанта Это патриотическая акция В которой ежегодно участвуют студенческие отряды России На Алтай она пройдет в 51-й раз Мы с оператором Николаем Шилко Побывали на церемонии открытия Честно говоря, сами поехали бы Но работа Отряд! Поботы ветер! К выезду готов! В принципе, вы уже увидели, о ком идет речь Но есть доказательства Смотрите, раз гитара, два гитара Там в куче вещей три гитара А там, где в скопе вещей несколько гитар Там по старой русской традиции Обязательно студенческие отряды Гитары обязательно Но студотрядовцы народ находчивый И как мы поняли, список ритуальных вещей Которые нужно взять с собой музыкальными инструментами Не ограничился Кто это такой? Это Лёва А кто он у вас? Какой статус у него в отряде? Это статус В общем, мы пришли все на набор И одного парня не взяли Но это нам не помешало И мы взяли его с собой Веселье весельем Но как рассказали статусные участники открытия Каждый отряд едет рассказывать жителям края О Великой Отечественной Каждому отряду присвоено имя ветерана того района Где будет работать отряд В этом году акция посвящена самому главному Это Году памяти и славы И мероприятия как дневной программы Так и вечерней программы Посвящены именно этому Великому Дню Победы Мероприятия Это массовые игры с детьми Концерты Профориентационные встречи Встречи с ветеранами Ну понятно, есть серьезная функция Рассказывать о патриотизме Но сегодня, как сами понимаете Много желающих рассказать о патриотизме Ну вот они вот этими, вот своими, вот этими руками Будут еще и работать Что вы там на самом-то деле будете делать? Снег кидать, концерт давать Морозов-то не боитесь? Да какие морозы? Какие морозы? В такой форме всегда тепло В такой форме ничего не страшно А вы говорите, техники не хватает Самая веселая снегоуборочная машина Движения студенческих отрядов Под флагами акции «Снежный десант» В 20 районов края будет доставлена Андрей Дриер, Николай Шелко День с толком На смену затяжным снегопадам В Алтайский край пришли морозы Правда, сколько они продержатся Специалисты точно сказать не могут Предположительно, до начала следующей недели Такие перепады температур Для нашего региона вполне нормальное явление Говорят климатологи А вот нынешнюю зиму называют экстремальной Это что касается нашей территории В то время как Московскую крестили аномальной Такой теплой зимы в столице России Не было за всю историю метеонаблюдений Сельхозпроизводители страны Уже обеспокоены будущим урожаем Могут значительно пострадать Озимые культуры Причем убить растения способно Как отсутствие, так и обилие снега В первом случае они замерзнут Во втором спреют Но делать прогнозы пока рано Все зависит от дальнейшего развития событий Наше спасение, что почва промерзла Не очень значительно И такое количество снега Даже если сейчас будет очень холодный февраль Как вот уже Вильфандал вчера вечером Они дали на европейскую территорию У них будет холодный февраль И уже немножко он сказал и про Сибирь Что она все равно под этой толщей снега Не промерзнет значительно И очень важно какая погода будет в период таяния Это конец марта, начало апреля Одобрили всех На первом заседании комиссии по отбору Кандидатур на должность главы Барнаула Которая состояла сегодня Было принято единогласное решение Регистрации всех участников конкурса В качестве кандидатов Об этом сообщил нам секретарь Конкурсной комиссии Сергей Струченко Напомним, их 9 И сегодня в заочном этапе конкурса Проверяли полноту и подлинность информации Предоставленной кандидатами Данные об образовании, званиях, наградах Ученых степенях Следующий очный этап пройдет 6 февраля У кандидатов будет возможность Предоставить свою программу развития города И ответить на несколько вопросов Таким образом проверят их знания В области законодательства Экономики развития городского хозяйства А вот кто станет главой Барнаула Будет известно 14 февраля На заседании городской думы Национальный парк Тогул В Алтайском крае все-таки появится Причем возможно уже в этом году Соответствующие документы Заверили в Алтайском министерстве природных ресурсов Их отправят в Москву на утверждение И в случае положительного решения Процесс выйдет на финишную прямую За круглым столом в региональном Минприроды Признали создание нацпарка Должны были завершить еще в прошлом году Но в декабре выяснилось Федеральный центр не одобрил документы А на местах в Заринском, Тогульском и Ельцовском районах Не все спорные вопросы решены К примеру на территории нацпарка А это более 160 тысяч гектаров Должна быть ограничена хозяйственная деятельность Добыча полезных ископаемых, рубка леса, распашка земли И весь прошлый год власти совместно с общественниками Решали, искали компромиссы Чтобы не ущемлять интересы местного населения Большую часть вопросов на данный момент решили К примеру, разрешили сбор ягод и размещение пасек Но все еще актуален вопрос о заготовке дров Этим в том числе занимается крупное лесозаготавливающее предприятие Глава Тогульского района объяснил Местное население боится остаться без топлива Как заверил эколог Алексей Грибков Сейчас власти и общественники думают Как не лишить населения дров и сохранить лесное хозяйство Возможно лесники будут больше заниматься восстановлением леса Чем его рубкой Напомним, наряду с Тогулом к 2023 году В крае должен появиться еще один нацпарк Горная Колывань Он займет даже большую территорию, чем Тогул Свыше 200 тысяч гектаров Сегодня ювелиры отмечают свой профессиональный праздник Украшения, созданные руками человека Появились еще в первобытную эпоху И с тех пор только совершенствовались Наш корреспондент Валентина Аскерова Познакомилась с талантливым мастером Чьи ювелирные изделия покоряют своей оригинальностью Сделали общую коллекцию наших алтайских знаменитостей Чтобы люди знали, какие люди у нас росли и жили на Алтае Не только кольца и бриллианты, но и трус балбес бывалый Многие привыкли, что ювелир создает лишь украшения А оказалось не только Так Петр Вегдер открыл для себя новое направление Сегодня он создает памятные сувениры Ювелирные все это колечки и браслетики Это все есть такие большие заводы, которые все это делают И конкурируют с ними очень сложно И вот родилась идея, что нужно сделать А кого делать у нас? Только наш алтай, чтобы продвигать и просвещать наш алтай На создание одной фигурки уходит до четырех суток Сначала идея рождается в голове Затем идет 3D-моделирование Затем воплощается в воски И только после отливается в бронзе, серебре и золоте Ювелир Петр Вегдер создает красоту уже около 20 лет У него собственная мастерская В профессию пришел случайно Специально этому не учился Просто требовала душа Чтобы делать радость Она же всегда, когда что-то делаешь интересное, хорошее И люди приходят, это видят, они радуются Ну и ты с ним, как ребенок, радуешься с этим человеком Потому что за то, что просто он счастлив Ювелир – профессия тонкая и кропотливая Иногда на создание одного изделия уходит около двух лет Ведь сначала его нужно элементарно увидеть Бывает иногда что-то вот как-то раз и появилось Или просто приснилось А в основном все равно это долго Вам снятся будущие изделия? Да, бывает, конечно Потому что над ними же работаешь, думаешь Петр в буквальном смысле живет на работе За ювелирным станком он проводит большую часть жизни Вот и сегодня, в свой профессиональный праздник, будет здесь Практически дети не видят Уходишь, спят, просыпаешься Они уже ушли в школу Хожу, наверное, лет пять без кольца Просто сломалась уже за столом Потому что всегда что-то делаешь Два кольца уже просто износились И кольцо даже не могу себе сделать Времени на себя практически не остается Но награда – благодарные клиенты Кстати, не так давно ювелир сделал памятный подарок Знаменитому актеру Владимиру Машкову Это была статуэтка Гоцмана, героя сериала «Ликвидация» Где актер сыграл главную роль И теперь у Машкова на рабочем столе Красуется свой памятный Оскар Валентина Аскерова, Андрей Печоркин День с толком Далее прогноз погоды Спонсор его компании «Валара» У меня к этому часу все новости Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе В соцсетях, Инстаграме, Вконтакте и Фейсбуке До встречи!